За рулем автомобиля эта девушка почти 7 лет. За это время она 25 раз нарушала правила дорожного движения. В основном превышала скорость. А вот на этот раз, по словам инспекторов ДПС, села за руль пьяной. Ее автомобиль дорожные инспекторы заметили во дворе на улице Гагарина. Девушка перекрыла проезд. Это и вызвало подозрения у полицейских. Для того, чтобы определиться и выяснить все обстоятельства, то есть спросить в конечном итоге, не нужна ли помощь водителю, подошли к водительской двери. Вот в момент девушка, которая находилась на водительском сидении, начала неожиданное движение и начала уезжать. Около дома 59 по улице Гагарина машина была уже остановлена. Девушка выскочила с водительского сидения, то есть попыталась убежать. Не успокоилась автоледи, даже когда ее усадили в патрульный автомобиль. Пока составляли протокол, она продолжала грубить инспекторам. Сейчас спокойно, оформите. Три минуты, оформите ее, пожалуйста, быстрее. Быстрее, да. Антон, разбивай. Пройти медосвидетельствование девушка отказалась, а когда поняла, что наказание неизбежно, попыталась съесть составленный протокол. Какой ты медосвидетельствовал? Теперь нетрезвую автоледи ждет лишение прав и крупный штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, придется заплатить за штрафстоянку, куда отвезли ее автомобиль. Но самое страшное, уверены инспекторы, удалось предотвратить. С начала года в Самаре по вине нетрезвых водителей произошло 22 ДТП, в которых 10 человек погибли и почти 30 получили травмы. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.